О нарушении конституционных прав жителей оккупированных территорий Донбасса поговорим с правозащитником Эдуардом Багировым. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Вот только что мы видели решение Кабмина о невыплате пенсии уже оспаривают в суде сами жители Донбасса. Адвокаты говорят, что это постановление лишает людей конституционных прав. С вашей точки зрения, какие правовые нормы были еще нарушены? Решение органа власти, любое решение органа власти граждан Украины имеет право оспаривать, если это решение существенно ограничивает конституционные права и законные права. Поэтому адвокаты правы своих заявлений, что результат судебного рассмотрения будет однозначно выигрыш истцов и Кабмина придется или изменить, или видоизменить содержание своего постановления, чтобы данное постановление не нарушало в дальнейшем права граждан Украины на том числе получение пенсии. То есть вы думаете, если суд решит удовлетворить иск, то будет и отменено решение Кабмина? Невыполнение решения суда, в том числе уголовно наказуемое. Эдуард, можно ли говорить о том, что государство просто бросило своих граждан, которые находятся в зоне АТО, на произвол судьбы? Безусловно. Задача Кабмита министров, как органа исполнительной власти, сделать все необходимое для того, чтобы обеспечить граждан и зарплаты, и пенсии, и стипендии, и в том числе обеспечить нормальным условиям для проживания. Сегодня в Донбассе, у нас уже известно, надвигается гуманитарная катастрофа. Поэтому задача Кабмина именно в обеспечении всем необходимым для людей, но этого не делает, соответственно, простой выбор, что Кабмин не выполняет свои прямые обязанности и функции. Один из наших гостей, представитель ООН по делам беженцев, Олдрих Андресек, сказал, что Украина должна неформально, а реально помочь вынужденным мигрантам в решении их проблем, иначе страну ждет социальный взрыв. Вы согласны с таким утверждением? И что нужно сделать, чтобы вот такого взрыва социального не произошло? Вы знаете, просто делать выводы, делать правильные решения, правильные поступки. Если правительство имеет очень короткую память, но оглянуться в предыдущее правительство, чем это закончилось, их деятельность, то это может быть и продолжение деятельности господина Цинника закончится таким же социальным не только взрывом, но и негодованием, тем более оно имеет законное слование. И с точки зрения моральной нравственности и юридической, Кабмин, не выполняя свои обязательства, создает определенную почву для социальных недовольств, которые могут со временем выразиться в протестах, в том числе за действия или бездействия комитета министров. Это очевидно. Ну, сейчас очень много еще слов говорится в Украине о правах ребенка. Вот что с правами детей, которые продолжают жить на оккупированных территориях? Вы знаете, вот именно категория социальных малобеспеченных или нуждающихся в постоянной помощи относится в том числе дети, инвалиды, пенсионеры. И когда дети, проблемы детей остаются только для родителей, а государство самоостраняется вопросов и воспитания, и поддержки, и помощи, безусловно, вдвойне нарушаются права, даже втройне нарушаются права детей, которые сегодня находятся в зоне АТО. Это уже должны делать выводы те министерства, которые обязаны, я имею в виду, министерства образования, министерства социальной политики, министерства здравоохранения. Но они сегодня, как ни странно, в унисон заявляют о том, что та часть территории Украины, которая сегодня находится в конфликтных зонах, то есть это не их обязанности, и в том числе дети, которые там находятся, права, которые нарушаются, они не должны восстанавливать. Я думаю, через некоторое время, через 5-10 лет, действие бездействия сегодняшних министров будет предметом рассмотрения уголовных дел, потому что чиновник не имеет права не выполнять свои обязанности, тем более, что наблюдать, как массово нарушается право детей на Донбассе. Это недопустимо. Эдуард, на что сейчас правозащитники в первую очередь обращают внимание? Вот какие гуманитарные инициативы должны последовать? Ну, в первую очередь, понимаете, в эти дни, в первую очередь это у нас инвалиды, люди пожилого возраста, которые не могут себя обеспечить. Безусловно, это дети. Не могут просто сами передвигаться. Просто сами и передвигаться. Инвалиды первой, второй категории, лежачие, больные, пенсионеры, пожилые люди, которые нуждаются в помощи, они должны быть в списке номер один. И с утра, приходя на работу в комитет министров, каждый чиновник должен думать о том, что это сделать такое, чтобы облегчить людям жизнь. И когда мы этого не видим, безусловно, у меня как правозащитник вызывает протест, что нельзя самоустраняться от своих обязанностей, которые выражаются в серьезных проблемах. Порой даже эти люди не могут сами обращаться в суд. Да не только не могут обращаться, они могут даже звонить элементарно. Они то, что не могут обращаться, если они не могут ни письмо отправить, ни отправить свои требования, жалобы, телефонным звонком и тому подобное. То есть масса проблем, которые сегодня возникли на Донбассе у граждан Украины, граждан Украины, еще раз подчеркиваю, никто не отменял конституционное право граждан, которые там проживают, никто не снимал ответственность исполнительной власти в выполнении своих обязательств перед этими людьми. Соответственно, я думаю, что Кабмин однозначно должны в Кабминстве, Министерстве и Министре должны свои работы усиленно направить на помощь именно в первую очередь инвалиды, пожилые люди, дети. Это три категории просто необходимо сделать. Они уже допустили ряд ошибок, которые со временем им придется отвечать на ряд вопросов. Не только тех людей, которые социально не согласны или выражают внутренний протест. И в том числе перед правоохранительными органами, в том числе в судебном порядке, не только по искам гражданским, которые подаются, но и в рамках уголовных дел. Я считаю, что сегодняшняя власть недостаточно выполняет свои функциональные обязанности, не реализовывает конституционные права граждан Украины. Этого допускать нельзя. – Эдуард, хотелось бы еще затронуть тему заключенных, которые отбывают наказание на той территории, которая не под контроль на Украине. – Катастрофическая ситуация. – Какова ситуация с ними? – Катастрофическая ситуация. Буквально неделю назад я постоянно общаюсь с осужденными, которые находятся в Донецко-Луганской области, которые не юридические под юрисдикцией Украины. Там очень серьезная проблема. С одной стороны, не хватает продуктов питания, не хватает лекарств. Неделю назад мне сказали, что завезли 5 мешков угля на всю колонию практически. И с едой, с теплом, воды нет уже с августа месяца, электричества нет с сентября месяца. То есть, когда свободные люди имеют проблемы с такими электричеством, водой, теплом и так далее, мы можем найти в другом месте. Но когда человека лишают свободы, помещают в казенный дом, то государство обязано обеспечить всем необходимым лекарства, еда, проживание и прочее. Государственные органы самоостранились, потому что не могут или не хотят, когда они могли это сделать. Это еще было в марте месяце, когда мы предлагали перевезти осужденных в другие учреждения, на то было отказано. А сегодня там очень серьезная проблема. И если в ближайшие буквально неделю-две не решать проблемы, которые есть у осужденных, то я думаю, что не только будет серьезно, а будут люди погибать от голода, от холода. Это реальные факты. Спасибо, что пришли к нам и ответили на нашу вопрос. Спасибо за приглашение. О нарушении конституционных прав жителей оккупированных территорий Донбасса мы говорили с правозащитником Эдуардом Багировым. Спасибо.